Сразу три новых судна. Два круизных и один земснаряд спущены сегодня на воду в Богородском районе. Пассажирские суда рассчитаны на 240 человек. Они будут задействованы в пригородных перевозках. Торжественной церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Терристики. 240 мест. Да, 240 мест. Двигатель какой? Ямс 536. Судоводители идут на агрегаты нашего производства на базе Ямсов. Российских. Нашего, в смысле нашего? У нас еще машиностроительное предприятие. Мы берем Ямсовский, российский двигатель и делаем его судоводители. То есть мы его агрегатируем. Скорость какая? 21 км в чат. Сейчас ходовые испытания покажут. А что это? Первый, что ли? Это головное судно. То есть это два судна, по большому счету, оба головных. Какая цена? 310 млн. у нас в тему пациенту. За этим, наверное, будет будущее, потому что оно маленькое комфортное сделано. По российскому проекту. По поручению нашего президента под руководством Министерства промышленности и торговли мы разработали новую программу строительства речных пассажирских судов, которая до 2035 года пока предусматривает строительство 320 единиц новых пассажирских судов разных классов. Раньше, еще несколько лет назад, мы обсуждали, как бы нам заказов, где найти. Сейчас мы обсуждаем, как нам произвести то, что мы точно совершенно можем уже реализовать. И это, безусловно, победа нашего судостроения. Мы со своей стороны практически в два раза планируем расширять навигацию на собственные флотилии наших судов, на подводных крыльях. У нас уже пять Валтаев, три метеора. Мы уже ходим и до Казани, и до Ульяновска. Планируем ходить и до Рыбинска. И вообще практически будем закрывать все больше и больше Волжской акватории. Чем больше будет у нас судов и возможностей покупать такие суда и производить такие суда, тем больше будет развиваться река.